Полковник Киньков Николай Иванович, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион Европы по греко-русской борьбе. Так точно. Вот училище техническое, таких вот бойцов и хлопцев воспитывало. Это было очень серьезно. Училище было мирового уровня, мирового значения. Ульяновского военно-технического училища больше нет, а традиция ежегодных встреч его выпускников осталась. Прямо здесь, под окнами легендарного вуза, в специально обустроенном силами ветеранского движения сквере. И повод подходящий. 17 февраля 1936 года в Советском Союзе официально появилась служба горючего. В феврале 21-го она в юбилярах. 85. Ну что, воины, которые имеют дело с горючей, смазочными материалами, сердца имеют горячие. Мороз сегодня лютый, но здесь, в сквере, разговоры не умолкают ни на минуту. Но о чем бы ни шла речь, так или иначе, все возвращается к патриарху службы горючего Василию Васильевичу Никитину. Благодаря этому человеку служба горючего появилась в целом. Он задал дальнейший вектор для ее развития и, собственно, его чайниями. И было открыто учебное заведение для подготовки профильных специалистов. Вот только изначально базировалось в украинской Виннице. Там и обучался в конце 50-х годов прошлого века. Сегодняшний гость нашей студии – полковник в отставке Вячеслав Найденов. Наше училище до того стало интересно, что иностранная разведка заинтересовалась. И вынуждены были, в конце концов, передислоцировать это училище в город Ульяновск. И я был участником передислокации первого эшелона. Ключевая задача дипломированных специалистов, а их за всю историю вуза более 17 тысяч – обеспечение горюче-смазочными материалами всех видов войск в условиях боевых и во времена мирные. 18 выпускников нашего военно-технического осталось на чужбине, в далекой афганской земле. Мой однокашник, тоже Слава Каменский, он тоже там же погиб в Афганистане, как раз служа в трубопроводной бригаде. То есть мы чтим память о них. Без горючего она мертва. Нет армии, нет государства. Я славлю службу, что смогла всех воспитать нас в духе братства. Татьяна Домоданова, Валерий Клочков и Константин Никитин. Репортер 73.